Здравствуйте, дорогие зрители! С вами Джофф и сегодня я представляю вам свою новую сборку модов уже для патча 0.8.1. В прошлый раз вы получили интересный модпак, но он не во всем был идеален. Я учел все недостатки прошлой версии и постарался в этот раз сделать идеальный набор модификаций на все случаи жизни, улучшив некоторые старые моды и добавив несколько новых. Надеюсь, вам понравится и вы будете пользоваться моей сборкой с удовольствием. Итак, на этом закончим с лирикой и перейдем, собственно, к обзору. Прицел, как видите, остался старым. Это все тот же удобный прицел со всей нужной информацией. Его главное преимущество – это четкое зеленое сведение и яркий маркер перекрестия, который трудно не заметить в жаркие моменты баталий. Но есть и заметные улучшения. Специально для артиллеристов я нашел и добавил углы горизонтальной наводки и таймер времени полета снаряда. Первое поможет любителям артиллерии правильнее прицеливаться и вести цель, а второе – грамотно рассчитывать время полета снаряда до цели. Если с первым все понятно, то со вторым есть нюансы. Как известно, у каждой арты время полета снаряда свое, и чтобы настроить мод конкретно под вашу боевую машину, вам надо зайти в папку с модами, найти там файл gun settings, открыть его и подставить нужное значение. В файле напротив каждой артиллерии стоит обозначение орудия – стокового или топового. Берете это значение, допустим F71 или А80, и вставляете на самый верх в скобке config gun, как показано на видео, и получаете свое время полета снаряда. Если вы хотите поездить на другой артиллерии, просто меняйте значение ствола и все. Удаление затемнения в снайперском режиме – это один из самых старых и нужных модов. Он убирает всю лишнюю черноту и позволяет вам вести огонь по противникам легче и удобнее. Не секрет, что даже при стрельбе вплотную лучше всего прицеливаться из снайперского режима, ведь это позволяет вам гарантированно попадать в врага, тогда как прицеливание из аркадного иногда врет и может привести к промаху. Именно для таких ситуаций и делался этот мод, чтобы на любой дистанции в снайперском режиме у вас был максимум обзора и максимум свободы действий. Панель повреждений – очень нужный мод, если вы хотите знать, кто по вам стреляет из кустов, сколько повреждений он по вам наносит и вообще быстро определить, сколько еще выстрелов вы переживете. Прошлая версия панели была красивой, но на мой вкус слабо читабельной. Нынешняя версия отличается четкими белыми цифрами, улучшенным индикатором урона в момент выстрела и улучшенным индикатором пожара. Все это позволит вам быстрее реагировать на события, правильно анализировать ситуацию на поле боя и, к примеру, вовремя нажимать кнопку тушения пожара, если вы катаетесь с ручными огнетушителями, а не с автоматическими. Улучшение миникарты осталось старым. Чуть увеличенные иконки техники и отдельные обозначения тяжелых танков 10 уровня. В хайлевел боях это очень удобно, если надо быстро проанализировать по миникарте, где сосредоточены наиболее опасные силы противника. И опытному артиллеристу, и обычному танкисту всем важно знать, где сидят обычные тяжелые танки, а где именно тяжелые танки 10 уровня. Пятым пунктом у нас идет изменение картинки навыка 6 чувства. Тут все так же ярко-красная картинка дорожного знака внимания. Весьма удобная и весьма заметная. Светую поставить ее всем. На разных картах именно она может спасти ваш танк в нужный момент боя. Звуковые моды тоже остались старыми. Это звоночек крита и голосовое обнаружение противника. Первое, как вы уже знаете, помогает нам определить, куда же попал снаряд, если вдруг прочность вражеского танка не уменьшилась. Если наш снаряд попал в экраны, орудия, гусеницы или другой внешний модуль, раздается звоночек. Если же мы попали в танк, нанесли урон и все равно прозвучал звоночек, значит мы нанесли критическое повреждение внутреннему модулю. А голосовое обнаружение врага помогает вовремя обратить ваше внимание на миникарту и правильно проанализировать ситуацию. Также этот мод помогает в случаях, когда враг внезапно появляется позади вас, а вы отвлечены чем-то спереди. Как все мы знаем, предупрежден, значит вооружен. OTM или OverTargets мод, мод на альтернативные маркеры над техникой, классика жанра. Тут, ребята, никаких изменений. Кто хочет, пользуется этим модом. Кто нет, остается на дефолтных маркерах от Wargaming, которые тоже вполне хороши. Отдаление камеры очень важный мод. Он позволяет вам не только следить за ситуацией на поле боя с высоты птичьего полета, но и заглядывать за углы зданий или объектов, чтобы знать, куда же смотрит ваш враг. Ну а для любителей посвятить этот мод просто обязателен, ведь именно он позволяет отдалять камеру настолько далеко, чтобы можно было на огромной скорости грамотно прокладывать пути отступления или засвета. Отключение видимости камуфляжей и белые трупы танков – модификации необязательные. Отключение камуфляжа – мод исключительно на любителя, которому не нравятся камуфляжи от Wargaming и он хочет их отключить. Лично мне удобнее выцеливать и стрелять по танкам без камуфляжа. Ну а белые трупы танков – весьма удобная вещь, если приходится выцеливать врагов за останками танков-союзников или противников. Боевая машина противника будет ярко контрастировать с белой текстурой, что позволит нам без проблем в нее попадать. Как вы знаете, в патче 0.8.0 ввели новую графику, а вместе с ней и некоторые неудобные графические нововведения для нас. Одними из них была белая дымка по краям карты и так называемый блюр – постобработка. В моем матпаке есть моды, которые отключают блюр и убирают навязчивый белый туман на картах, который мешает прицеливаться на дальних дистанциях в 500 или 600 метров. Причем убрать туман можно двумя разными способами. Первый способ – им пользуюсь я. Он убирает туман полностью, но при этом на его месте остается эстетично некрасивая чернота. Она понравится не всем. Плюсы этого способа – это то, что можно отключить пункт освещения в настройках, что автоматически осветлит поле боя, убрав затемнение на объектах. Второй способ – альтернативный. Его пример вы увидите сейчас на скрине. Он не убирает туман полностью, а лишь несколько приглушает его. Эстетично это намного приятнее. Но есть и минусы. Освещение полностью убрать нельзя, что лично мне очень не нравится. Так что только вам выбирать, какой из двух вариантов вам больше по душе. Ну, а теперь мы плавно переходим в ангар. В новом матпаке вас ждет новое дерево исследований танков. Намного более удобное, чем было в старой сборке модов, и, конечно, намного более удобное, чем есть сейчас в игре. Во-первых, оно вертикальное, как в старые добрые времена. Во-вторых, оно удобное и компактное. И в-третьих, там есть вся полезная информация. Советую данный мод всем, кто горюет по патчу 0.7.5 и хочет вернуть себе удобство старых привычек. И тут мы подходим к одному из самых важных модов в моем сборнике для патча 0.8.1. Это расширенная боевая статистика игрока. И она состоит из трех пунктов. Первый – расширенная статистика в ангаре. К сожалению, разработчики до сих пор не сделали удобной сортировки по уровню, нации и классу техники. Так что иногда в своей стате очень трудно найти нужный нам танк. Данный мод распределяет все танки по уровню, так что вы без проблем сможете в любой момент найти нужную вам машину. Конечно, данное нововведение понравится не всем. А особенно оно не понравится тем игрокам, которые любят фапать на медальке мастера на своих любимых машинах. Но мне лично на это пофигу. Второй пункт – это расширенная статистика уже после боя. Тут есть количество кредитов с учетом стоимости ремонта и снарядов. И командная статистика, которая без нудных прощелкиваний помогает понять, кто в бою тащил, а кто вала пинал. Кто нанес 5000 урона и реально нагибал, а кто весь бой в кустах арту охранял. Весьма удобная штука. И третий пункт – это сессионная статистика в течение одной серии боев. Этот мод в реальном времени позволяет вам узнать, какой у вас сегодня вечером был винрейт, сколько вы заработали кредитов и сколько всего боев провели. Очень удобный инструмент для ведения танкового бухучета или понимания того, на какой именно технике вам играется проще всего. Мод под страшные цифры 13 – это всего лишь What Replace Manager. Удобная программа для сортировки и поиска реплеев. В основном она будет полезна тем, кто любит откладывать свои самые красивые бои или просто записывает по ним видео. Но может и остальным пригодится для каких-то ситуаций. Программа умеет сортировать реплеи по количеству опыта, кредитов, урона и так далее. И последний на сегодня мод и, наверное, самый главный по полезности – это Вот Твикер. Данная программа помогает вам убрать лишние спецэффекты в игре и поднять FPS на слабых компьютерах или ноутбуках. Как видите, в ней немало пунктов. Это и эффекты взрывов, разрушений, попаданий, облака, дым и пламя при выстреле. Я лично для себя решил, что уберу все, кроме эффекта взрыва снаряда на земле. Этот пункт очень важен при стрельбе с артиллерии, когда вам после пропадания засвета надо понять, попали вы в прямо танк или ударили где-то рядом в землю. Все остальное по своей старой привычке я отключаю. На мой взгляд, оно лишнее. Если же вы не хотите кардинально кастрировать свою игру и хотите, чтобы она все равно оставалась красивой, я бы вам посоветовал убрать лишь облака, дым из выхлопной трубы, разрушение объектов, движение деревьев и дым от уничтоженных танков. Это прилично поднимет ваш фпс и при этом не превратит вашу любимую игру в мир квейка. На этом, дорогие зрители, я заканчиваю свой небольшой обзор. Но, перед тем, как с вами попрощаться, я решил в этот раз в конце видео сделать и подробный мануал по установке моих модов. Ведь, как выяснилось в прошлый раз, очень многие не то что не могут правильно установить модпак, очень многие не могут даже найти ссылку на него, хотя она и лежит на самом видном месте. Итак, поехали. Вы смотрите мое видео и чувствуете, что хотите себе поставить какие-то из увиденных модов. Сначала вы переходите на YouTube, потому что ссылки лежат только там. Скроллите чуть вниз и видите кнопочку «Развернуть». Жмете ее и появляется куча незнакомых букв. Вы их внимательно читаете, еще раз, на всякий случай, и прокручиваете скрол дальше вниз. Там, в самом низу, лежат несколько ссылок. Одна прямая ссылка на установщик, другая ссылка на раздачу на рутрекере, и еще одна ссылка на скачивание папки с несколькими основными модами для совсем одноруких танкистов, у которых возникли проблемы с установкой модов через программу. Если вы однорукий танкист, вы качаете папку, закидываете ее по адресу worldoftanks.resmods.081 и мы с вами прощаемся. Если же вы грамотный танкист и хотите скачать все нужные вам моды, вы качаете сам установщик удобным вам способом. Кстати, ребята, перед закрытием страницы YouTube, желательно еще лайкнуть видео автора и подписаться на его канал. Тем самым вы сможете отблагодарить его за его труды и поможете ему в дальнейшем делать такие же полезные видео. Скачав модпак, вы открываете его, соглашаетесь с тем, что канал Джова самый лучший в мире и выбираете именно те моды, которые вам нужны. Будьте очень внимательны при выборе. Если вы не уверены, лучше еще раз пересмотрите видео. Когда определились с модами, жмете ОК, ОК и сразу начинается установка. Помните, что устанавливать модпак нужно только на чистый клиент. После завершения установки все моды будут без проблем работать, кроме ватвикера. С этой программой придется еще немножко повозиться. Находим файл what.res.unpack.versia.1.5 для патча 0.8.1 открываем его и жмем кнопку модифицировать ресурсы игры. Сейчас программа подготавливает файлы для работы с ватвикером. После завершения модификации вы открываете сам ватвикер версия 2.4 для патча 0.8.1 и указываете правильный путь к игре. Как только вы это сделали, все готово. Можно включать и отключать разные эффекты без каких-либо проблем. Вот в принципе и все. Надеюсь, ребята, вам все понравилось и вы поставите себе какие-то из моих модов и будете играть еще намного более результативно, чем раньше. Ведь все мы пришли сюда за получением удовольствия. А какое может быть удовольствие без победы? С вами был Джов. Всех вам благ и приятных нагибов. Чао! Субтитры сделал DimaTorzok